За годы существования традиции украшать ёлку перед праздниками всем уже надоел классический вариант. Поэтому люди начали экспериментировать. Когда в доме живёт мужчина, который ловко управляется с инструментами, он сделает новогоднее дерево из завалявшихся в гараже досок. Если в вашем доме много комнатных растений, то не обязательно покупать ещё и ёлку. Можно собрать её из того, что уже есть. Всем известно, что коты проявляют сильный интерес к новогодним ёлкам. Так что можно обезопасить её пределов лежанки для питомца. Привет, с вами канал Фактория. Чем больше у вас конструктора, тем выше получится дерево. Кому-то пока хватило только на ёлку, которая спокойно помещается на подоконнике. Мы с мужем наконец воплотили свою мечту и открыли магазин Hot Wheels. К Новому году решили украсить помещение в соответствующем стиле. Некоторые уже давно душой находятся в космическом пространстве и ждут, не дождутся, когда его исследование станет более доступным. У таких людей новогодняя ёлка украшена в стиле нашей Солнечной системы. В вашем доме с годами скопилась целая библиотека? Прекрасно! Тогда у вас есть материал для создания ёлки всезнаек. Присылайте по ссылкам в описании фотографии своих новогодних ёлок. Посмотрим, на что способны наши творческие подписчики. Эта шестиметровая ёлка находится в испанском городе Тривента. Она полностью сделана из связанных крючком квадратиков. Инструкция для создания необычного праздничного дерева. Сначала соорудите каркас в виде круглых полок, а затем начинайте размещать на нём вещи, с которыми у вас ассоциируется Новый год. Завершаем всё веточками, искусственным снегом и подсветкой. Для любителей вязать крючком у меня есть предложение, которое займёт вас на весь следующий год. Попытайтесь связать себе ёлку. Высота этого дерева 180 сантиметров. Альтернативный вариант – даже не начинать вязать, а скрепить между собой клубки с пряжей. Выглядит не менее оригинально. Для тех, чья душа лежит к минимализму, может подойти такой вариант. Нужно лишь найти свободный угол в своём жилище. Каждый год после праздников мы сажаем дерево. Полюбуйтесь на нашу праздничную оливу, которая вымахала до таких размеров за 365 дней. Вообще, вам подойдёт любое растение. Нужно лишь грамотно подойти к процессу украшения. Этот вариант сделан из суккулентов. Любители большого кино переносят сцены из фильмов в реальную жизнь, проецируя их на внешнем виде новогодней ёлки. Перед вами рождественский Годзилла. А это уже другой вариант. Как видите, даже одну задумку можно обыграть по-разному. Так выглядит традиционное новогоднее дерево, собранное из коллекции детективов. А вишенкой на этом торте стала фигурка тираннозавра. Ёлки можно классифицировать ещё и по профессиям. Сисадмины и программисты в своих офисах создают нечто подобное. А вместо леденцов на ветке добавили скрепки. Команда ирландского аэропорта Шеннон решила украсить целую взлётно-посадочную полосу. Это место ещё никогда не было таким ярким. Любители звёздных войн, как всегда, смогли отличиться. Украсить ёлку надо, юный падаван. Да пребудет с тобой праздничная сила! Когда ты заряжен новогодним настроением, праздничное дерево ты увидишь где угодно. А ведь в остальные сезоны это бы просто назвали грязным пятном. Иногда достаточно одних лишь украшений. Покупаем кучу бантов, скрепляем их вместе и вуаля! Ёлка готова! Мне кажется, что собрать и украсить обычную ёлку намного проще и быстрее, чем сточить до такого состояния целую упаковку цветных карандашей. Такая ёлка появилась в Познании. Это город в Польше. Уже догадались, из чего она состоит. Её собрали из пластиковых бутылок зелёного цвета. Креативного человека не остановит отсутствие возможности купить ёлку. Он пройдётся по улице, насобирает веток и сделает что-нибудь такое. Ещё один вариант с палками, собранными в округе своего дома. В этом случае их ещё не успели украсить, но зато зачистили от коры. Хоть все считают, что у офисных сотрудников однообразная рутинная работа, творческими способностями этих людей никто не обделил. Один из таких работников додумался до такого варианта. Для тех, кому не нужна никакая масштабность, хватит и ароматизированной ёлочки, которую обычно вешают в салон автомобиля. Хоть Пакмен был придуман несколько десятков лет назад, его фанатов до сих пор хватает по всему миру. Они даже свою новогоднюю ёлку создают в пиксельном формате с цветными привидениями. Кому восьмибитные игры, а кому вселенные с супергероями? Было бы идеально, если бы он ещё периодически выкрикивал «Я есть Грут!». Фанаты более современных видеоигр тоже не отстают. Те, кто хотя бы раз заходил в игру Портал, сразу поняли, в чём здесь дело. Очередная адаптация из кино. Кинг-Конг решил покорить праздничное дерево, но его тут же начала атаковать военная авиация. Новогодние ёлки офисных сотрудников и программистов мы уже видели. Теперь настала очередь химиков. Всё, что им надо – смешать десяток ярких растворов. Самая лучшая ёлка – это та, которая ещё и пользу принесёт. Например, порадует сладкоежек. Её даже разбирать не нужно будет. К концу праздников её просто съедят. Здесь аналогичная ситуация, но она понравится не любителям сладкого, а для тех, кто предпочитает что-нибудь покрепче. Весёленькие у кого-то будут каникулы. Друзья, подписывайтесь на мой новый канал Видеомикс. Там вас ждут смешные ситуации, пугающие истории и многое другое. Переходите по ссылке в описании под видео и оцените канал Видеомикс. Спасибо! Ну а я продолжаю. Зачем украшать целое дерево, если в дерево можно превратить какую-нибудь из люстр, которая висит в вашем доме? Ещё один случай, когда накупили праздничных украшений, а про саму ёлку забыли. Пришлось выкручиваться при помощи того, что было. Некоторые способны создать дерево даже из того, что большинство людей назвало бы каким-то хламом. У этих людей особое представление нашего мира. Если у вас случайно завалялся манекен, то считайте, что вам крупно повезло. Ведь можно создать целую композицию в виде платья из хвойных веток. Кому-то может показаться, что у работников автомастерской совсем нет фантазии на создание чего-то шедеврального. Но эти люди сильно заблуждаются. Посмотрите на эту суровую резиновую ёлку! Для кого-то лучшим украшением на праздничном дереве будут банки с любимым напитком. Таким образом, ты не сможешь пройти мимо, не остановившись. Вы, наверное, даже не задумывались над тем, что необычная ёлка может получиться даже из кучи правильно уложенных подушек. И, как видите сами, этот вариант достаточно популярен. Под подобные ёлки так и хочется положить какой-нибудь подарок, который упакован соответствующим образом. А ведь для создания дерева всего-то потребовалась пара ненужных газет. Сладкая ёлка станет идеальным украшением в доме, где в новогоднюю ночь соберется много детей. Главное – поставить условия, при котором можно сорвать одну из пачек. Кто-то долгое время собирал контейнеры от яиц, чтобы в конце года воплотить свою мечту в реальность. А мечта у него была весьма необычная. Фотографам изначально повезло, ведь им даже покупать ничего, кроме шаров, не нужно. Ведь штатив идеально заменит ёлку. И как можно обойтись без заядлых майнкрафтеров? Самым главным украшением стал крипер, который в любой момент может взорвать всю красоту. И вновь мы сталкиваемся с тем, у кого целая куча ненужных комплектующих для компьютера. Но в новогоднюю ночь эти железки сыграли ключевую роль. Кому-то в голову пришла идея не просто перевернуть ёлку вверх тормашками, но ещё и создать её в виде торнадо, которое сметает всё на своём пути. Сотрудники медицинских заведений тоже не отстают от остальных профессий. В одной поликлинике автор фотографии встретил ёлку из надутых резиновых перчаток. Кто-то догадался, что ёлка не обязательно должна быть треугольной. За основу взяли прямоугольный стеллаж, а наполнили его таким образом, что внутри виднеются знакомые очертания. Эта ёлка сделана из знаменитого венецианского стекла по старинным технологиям. И находится она, естественно, в итальянском городе Венеция. В 1991 году эта ёлка попала в Книгу рекордов Гиннесса, ведь по площади она заняла целую гору. Её протяжённость составила 650 метров, а сами огни – это подсвеченные деревья. Эта ёлочка из брёвен находится в Эстонии. Как видите, из досок и остальных древесных материалов можно делать не только домашние варианты, но ещё и что-то помасштабнее. Живая ёлка из Гондураса также побывала в Книге рекордов Гиннесса. Чтобы сделать эту фигуру, собралось 3000 человек. Это дерево полностью собрано из самых разных диснеевских игрушек, а находится такое чудо в столице Англии – Лондоне. Если вы активно занимаетесь каким-нибудь спортом, то соберите единомышленников и сделайте из своего спортивного инвентаря необычную ёлку. Именно такой тактики и придерживалась компания велосипедистов. В странах, где очень жаркий климат, сложно вырастить ёлку. Поэтому местным жителям приходится импровизировать при помощи того, что у них растёт хорошо, например, используя бананы. Всем известно, что подковы многие люди вешают на удачу в своём доме. Кто-то решил зарядить своё жилище энергией и везения на все 365 дней. Не только велосипедисты додумались соорудить ёлки из своего средства передвижения. Лыжникам тоже пришла такая идея в голову. Балетная ёлка не менее изящна, чем и всё это искусство в целом. А среди наших подписчиков много тех, кто выражает себя в танце. А пока на этом всё. Подписывайся на канал и присылай мне свои новогодние фото. Все ссылки в описании под видео. Друзья, я вас поздравляю с наступающим Новым Годом. Вы там как? Салатики уже нарезаются? Уже началось вот это вот? Не трогай это на Новый Год! Продолжение следует...